Сегодня в 12.50 по местному времени на территории Восточного Таджикистана в горах Памира произошло сильное землетрясение. Магнитуда толчков составила 7,2 балла, сила около 8 баллов по шкале Рихтера. Глубина залегания очага всего 10 километров от поверхности земли. Буквально за основным толчком последовала серия других, слабее. Очаги располагались не только в Таджикистане, но и в Кыргызстане. Второй сильный толчок был на территории Нарынской области Кыргызстана. В эпицентре зафиксировано сотрясение силой до 6 баллов. По последним данным, в районах, близких к эпицентру первого удара, есть разрушение. Продолжительность основного толчка составила около полутора минут. Эпицентр землетрясения находился в Мургапском районе, почти в 100 километрах от поселка Мургап и 140 километрах от Харога. И всего в 22 километрах от озера Сарес. Пока только оттуда поступает сообщение о разрушениях нескольких зданий. На месте создана комиссия по оценке ущерба. Однако, как это бывает в горных отдаленных районах, сообщения о жертвах и разрушениях могут прийти только спустя часы, а то и сутки. О ситуации с места событий рассказывают местные жители. Это землетрясение было намного сильнее предыдущего. У людей была истерика. Многие пострадали в результате давки в Харовском государственном университете. Здание данного университета также получило разрушение. Сильные разрушения зафиксированы в Бартанском районе. Около 39 домов разрушены полностью и 52 частично. В Ильичурском кишлаке Мургапского района также разрушена школа и 4 жилых дома. Что касается человеческих жертв, то пока известен только один случай. В Ванческом районе, где в результате камнепада погиб водитель грузовика. И хотя землетрясение было в отдаленных горных районах, толчки почувствовали и в Душанбе, и в Хароге. В социальных сетях душанбинцы пишут, что в панике выбегали своих домов. В квартирах, особенно на высоких этажах, раскачивались лампы, тряслась мебель, посуда. Толчки продолжались и после основного удара. Причем с значительной силой, так как повторные авторшоки чувствовались в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане. В Казахстане сотрясение ощутили жители высотных домов Алматы, Шемкента и Тараза, где чувствовалось 3-4 балла. В Бишкеке ощущалось 4 балла, в кыргызстанском селе Иркиштам на юге 5 баллов. Также сотрясение ощущалось и в Китае, и на севере Индии. Второй толчок, шестибальный, произошедший уже на территории Кыргызстана, тоже располагался в высокогорной местности. Подробнее о нем рассказал директор Института сейсмологии Академии наук Кыргызстана Канадбек Абдрахматов. Мы пока ведения о жертвах и разрушениях не имеем, но это землетрясение оказало влияние и на другие события, которые возникли уже у нас на территории. 14 часов 30 минут у нас на территории Кыргызстана также произошло достаточно сильное землетрясение с силой 6 баллов в центральном Тиншане в районе Аракичи Минкуш. Сила землетрясения достигала 6 баллов. Я думаю, что на этом активность в Кыргызстане не затухнет, потому что обычно землетрясение такой силы сопровождается авторшоками. То есть землетрясение после основного толчка. Я думаю, что там активность еще будет продолжаться. Сила землетрясения, конечно, будет не такая сильная, но 5-6 баллов еще, может быть, пару-тройку толчков там произойдет. Эпицентр первого таджикского удара располагался всего в 22 километрах от Сарайского озера, которое образовалось в 1911 году также из-за сильного землетрясения. Тогда оползень перегородил реку Мургап и образовал озеро глубиной более 500 метров. Существует определенная опасность прорыва дамбы в случае сильных толчков и оползней. Тогда, по прогнозам ученых, может возникнуть водяной вал, который вызовет селевые потоки огромной силы и длительности. В итоге затоплению подвергнутся территории вплоть до низовья Мудари, что вызовет разрушение множества населенных пунктов на территории Афганистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В потенциально опасной зоне проживает около 6 миллионов человек. Я знаю, что там вот этот завал, который, собственно, образовал это озеро, он достаточно стабильный, он достаточно мощный. И я не думаю, что там какие-то проблемы возникнут в связи с этим землетрясением. По сообщению российских СМИ, 201-я военная база в Таджикистане не пострадала. Разрушений на объектах военной базы не зафиксировано. Повреждений систем боевого управления и коммуникации нет, сообщили в управлении Центрального военного округа России.